Серёга у нас на массе, всё ест и ест, он как бы, я называю, не знаю, гадость овсянку, потому что я её не люблю, а он видишь, а Серёга, ему мясо нужно, он ест и ест, каждый, сколько ешь? Каждые три часа? Ну, где-то так, да. Сколько? Даже два-три. Сколько приёмов у тебя получается? Четыре-пять, пять-шесть, наверное, так. Ну, четыре-пять, это мало, ты чё? Я пять и даже не на массе сейчас ем. Ты должен шесть-восемь есть. Работа такая, да. Ну, опять же, двести грамм овсянку съесть, это надо иметь усилие, надо силу воле иметь. У меня уже ни одни штаны не сходятся, вот это делайте, они уже по швамке сейчас. Ну, вот у меня прошлой зимой так было. Сейчас нет, сейчас у меня какая-то лёгкость сразу же. Мне жалко, объёмы жалко, падают, причём жёсткая сила падает и объёмы, но... День добрый, сегодняшняя тренировка с напарником Бородой. Мы познакомились с Сергеем. Сегодня в DaVinci небольшой обзорчик зала. Покажу сам зал и дальше тренировка. День добрый. День доброго. зал достаточно большой комфортный очень много тренажеров так первое упражнение начинаем подтягиваться широким хватом не подбородку прогибаем грудь вперед прогибаем поясницу вы не согнуты и таким образом подтягиваемся 5 подходов 10-8 повторений тут сколько может но желательно 10 повторений один ошибки обычные это подтягиваться средним хватом и подтягиваться подбородку нужно прогибать спину и выгибать поясницу это обязательное условие чтобы работала спина тянем именно не бицепсом тянем локтями как будто бы локти вы должны опустить локти и первое первое получается движение это начинаете с плечи потом уже идут получаются руки и спина и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» Делаем 4 подхода Если в начале разминки 15 повторений То рабочие подходы Это 10 повторений Субтитры подогнал «Симон» Третьим и заключительным упражнением на спину Мы делаем упражнение В тренажере Под названием «Кань» В рычажном Первое, что Садимся правильно Тянем тоже именно К поясу Не к груди А именно к поясу Чтобы задействовать спину Если вы будете тянуть груди У вас больше будет хватать Нагружать Это задний плечок Плеча Садимся прямо Спину надеваем прямо И тянем к поясу Подконтрольно Здесь не нужно огромных весов Нужны малые или средние веса Чтобы как можно чище прорабатывать спину Это не базовое упражнение Изолирующее Нагружает средний и нижний отделы спины Делаем 4 подхода По 15-10 повторений Опять же Первый мы всегда делаем в разменку И в дальнейшем Как пирамидой Выгружаем То блины То диски В последнем подходе Мы применяем Так называемый принцип Стриптиза Это Делаете До Максимума Что можно Потом Скидываете вес Продолжаете дальше Движение Делаете еще несколько повторов Сколько возможно Опять же Скидываете вес И продолжаете Движение Потом Оставляете Минимальные Минимальные И подконтрольно Последних 5-6 повторений Уже Прям чисто Чисто Делаете 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 Вы Чисто Главное, не забывайте про разминку. Даже если вы делаете уже не первое упражнение на спину, в первом подходе делайте с небольшим весом. Мышцу лучше немножко перенапречь, чем растянуть или порвать. В спорте главное долголетие, а не веса и гонка за весами. Если, конечно, вы не порвальфтер или штангист, то другая тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Получается, в крайнем положении вам нужно немного, совсем немного потянуть руку к поясу и чуть-чуть развернуть корпус. Чуть-чуть, немного, чтобы дополнительно сократить мышцу спины. Попробуйте и увидите, что достаточно сильнее она напрягается. А.Кулакова Ну, вот и Сергей добрался до крайнего подхода со стриптизом. Конечно, смешно это ему было услышать, что такое стриптиз. Ну, это раздевается не лишь штангой, а вот такой называемый стриптиз. Сейчас увидите, как я потихоньку начинаю скидывать веса, а Сергей также продолжает работать. Вот вы видите, подходит уже к финальному, и сейчас я немного, немного, понемногу начинаю скидывать вес. Дальше продолжает движение, также подконтрольно, не дергая вес. В конце этого подхода мышцы аж уже горят. Вот это крайний его вес. И сейчас медленно, подконтрольно, он просто получает удовольствие. От упражнений удовольствия. На этом упражнении мы заканчиваем тренировку спины, а дальше мы продолжаем. Начинаем и продолжаем тренировку трицепса. Дальшеは, на этом упражнении. Продолжаем. Дальше. Продолжение следует... 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 Так, ну это у нас второе упражнение на трицепс, задействует медиальную головку трицепса, которая находится снаружи, делаем подконтрольно, без читинга, без рывков, здесь потому что в этом упражнении, в этом тренажёре не нужно больших весов, уже подконтрольно, медленно делать, напрягая трицепс. Вот смотрите, сначала вы растягиваете руку, локти не ходят ни вперёд, ни взад, и в нижнем положении вы, получается, когда руку распрямляете, она у вас должна чуть-чуть впереди находиться, не вдоль тела руки, чуть впереди, не ходите ни плечами, ни локтями. Если важно, делайте всё подконтрольно, растянули, сжали, растянули, сжали. Ну вот посмотрите, как Сергей делает, нервно, подконтрольно, растянул, сжал, растянул, сжал. Работать здесь можно с различными рукоятками, загнутыми, верёвочкой, прямой, на ваше усмотрение. В конце тренировки обязательно делаем или планку, или упражнение на пресс, не забываем. Хотя упражнение на пресс моё считается самое нелюбимое, но через силу я делаю. Вот смотрите, ложимся на скамью, держимся или за край скамьи. Можно горизонтально делать, разницы нету, можно на тон. И сначала поднимаем ноги, а потом поднимаем тело, немножко скручиваем пресс. Достаточно энергоёмкое упражнение и прокачивает весь пресс. Если попробуете, то на следующий день почувствуете его. Я его делаю не часто, но раз в неделю, потому что на пресс нужно постоянно чередовать упражнения, чтобы не было какого-то привыкания. Нужно удивлять пресс, достаточно выносливая мышца, которая участвует у нас в повседневной жизни. Поэтому удивляем пресс, удивляем людей к лету кубиками, а не шариками. Ну и напоследок 30 минут кардио интервальное. Минуту бежишь, 2 минуты идёшь быстрым шагом. В диапазоне 120-140. Ну вот прошла тренировка до Винчи. Если кто хочет, обращайтесь, находится на Свободной, на Мечниково. Всё, вы узнаете на сайте. Я не рекламирую никакой зал, просто делаю обзоры на залы. Кому удобнее, тот по месту назначения туда входит. Всё. А, ещё тренировка прошла. С Сергеем Качком, Бородочком, он занимается гостиницей квартиры в Красноярске. Так что, если что, обращайтесь. Ссылка внизу в описании. Всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»